Вот, давайте еще один способ защиты, который тоже считается техническим, а именно массовая пистолетовая. Ну, в общем, мы в этом семестре не будем развиваться, поэтому немножко подробнее расскажу. Смысл главной защиты информации, ну и, кстати, здесь точный мест контакта. 1983 год. Бенет и Борсап. Бенет и Борсап. Борсап. Бированная часть of the computer. Вот квантовая лентография и квантовый компьютер. Квантовый компьютер так совсем другое. Если квантовая лентография, это способ защиты информации, и я немного основной скрываю, Квантовый компьютер – это новая модель вычислений, которая отлично от цифровой, последовательной, или, может быть, распространенной, но, в принципе, последовательного вычисления на традиционных компьютерах по нейминской архитектуре. И, соответственно, квантовый компьютер позволяет реализовать любые алгоритмы, которые на обычном компьютере. Для некоторых из них несущественное ускорение, но для части, небольшой пока известно, что существенное ускорение. То есть те алгоритмы, которые, скажем, относятся к асимметричной пикографии, алгоритмы, связанные с односторонними функциями Дири Хелмана, РСА и Крабина, они будут взломаны. Но это не означает, что криптография асимметричная захочет свое существование, а просто функции будут меняться, и другие функции. Как же меняться сейчас? Уже идут работы в этом направлении, и почти уже получены функции, которые будут стойкими, односторонние функции, которые будут стойкими банковой модели вычисления, которые будут зарядить его. Это так точно непонятно. Пусть он изобретен, масштабируемый, то есть достаточно большой, чтобы, скажем, взломать сердца, надо квадратный компьютер, который более двух тысяч частиц в определенном состоянии держит совместно работающим. Это уже не цифровой компьютер, а аналоговый. Из него идет измерение. Ну и здесь проблемы большие, кроме физических проблем создания, проблема в том, что ошибки при увеличении размера таких компьютеров могут нарастать. потребует уже измерений. Тоже сильно экспоненциально нарастать, и пока еще не совсем понятно, может быть это техническое существование, построение такого квадратного компьютера, где ошибки не будут нарастать. Но если все-таки такой квадратный компьютер будет изобретен, масштабируемый, то симметричную криптографию надо будет менять. На симметричную криптографию большинство специалистов считает, что это мало скажется. Точнее, есть алгоритм Добра, который говорит, что для того, чтобы стойкость криптоалгоритма симметричной криптографии осталась та же самая, надо просто размять ключа и, соответственно, алгоритм увеличить в два раза. Это не будет, конечно, несколько мероприятий не работать, но тем не менее стойкость останется. То есть это квадратный. А вот что касается квадратной криптографии, то это способ передачи информации. И первые алгоритмы, которые предложили БДМ и Броссар, это были как раз алгоритмы передачи ключей по открытым каналам. Это проблема в симметричной криптографии. Есть очень интенсивные передачи, и много надо передавать ключей по закрытым каналам. Особенно раньше это означало, что это перевозили курьеры специально подготовленные на эти ключи. Когда если ключи и миллионы, то и сейчас вообще там даже миллиарды ключей, кто их должен перевозить и когда. Да, да. Ну, и галеты Борссаров предложили первые протоколы как раз для передачи каких ключей по открытым каналам использовать свойства микрочастиц. Ну, в то время они считали, что в скором, в 83-м году, что в скорости квадратная криптография может превзойти обычную криптографию или как бы ее отменить. Ну, однако, все-таки сейчас она еще, можно сказать, на стадии даже эксперимента. Хотя есть уже промышленные набросцы, промышленные серийные выпуски такой аппаратуры, которые используют квантовую передачу информации. Ну, все-таки сильное ограничение, конечно, там много технических ограничений, но самое большое ограничение – это дальность передачи. Это передается по оптоволоподнимлениям, и дальность передачи ограничена где-то 120 км. или недавно там были сообщения года три назад, где комцы действительно 250 км. Ну, по сравнению с передачей обычной криптографии, где за секунду через океан, это, конечно, сравнивать сложно. Ну, все-таки, давайте посмотрим, чем принципиально отличается методиквантовой криптографии, которая так много обещали, ну и сейчас еще обещает, от обычной криптографии. Ну, если в обычной криптографии, ну, в современных условиях это не бумажная носительная информация, а это носительная информация по физическим каналам, то есть это либо там намагниченные какие-то элементы среды, либо, если идет передача, то это по проводным линиям, это импульситока идут, либо, если это по оптоволоконным линиям, а сейчас, скажем, если взять Украину, ну, во Франции почти 100% информационной передачи по оптоволоконным линиям идет, не силовой, а информационной. В Украине где-то 90% такой передачи информационной идет по оптоволоконным линиям. Ну, и там передаются тоже сигналы, соответствующие информации с помощью пучков света. Если мы возьмем радиоволны, передачу по электромагнитному каналу, то, соответственно, для передачи, опять же, одного символа, ну, мы, хотя это не обязательно, но, в принципе, сейчас все практически переходит информационной всей передачи на цифровую обработку и цифровую передачу. То есть, фактически все сигналы, они переодовываются инкульсами, и, как правило, двоечными инкульсами, 0,1, и они отличаются, и в высотоках для того, чтобы отличить эту передачу, надо уметь отличать только два инкульса, которые один кодируются, и в 0, чтобы поделать единицу. Ну, и, соответственно, если мы возьмем передачу по электромагнитному каналу с помощью радиоволны, то передача, вот, подглавляя единицей одного символа, участвует тоже огромное количество радиоволны. То есть, когда передача инкульсов по проводам идет? Передача одного инкульса – это ток идет, в котором участвуют там миллиарды, миллиарды, сколько там еще электронов. Если это идет по полуходным линиям, в кучке света участвует тоже, опять же, огромное число потоков, то есть, элементарных частей света. В передаче по электромагнитным каналам радиоволнами в одной инкульсе участвует тоже огромное число высокочастотных колебаний, в котором, естественно, большое число электромагнитных волн. Ну, поскольку высокочастотные колебания, в инкульсе должны участвовать, чтобы можно было антенны строить разумного размера, а не, скажем, антенны, которые будут километры иметь в диаметре, или на размер километра в диаметре, или даже десятки километров, может быть, даже сотни километров, в зависимости от частоты. То есть, размер антенны соизмерим с волной передающей. Поэтому там всегда инкульс передается, как огибающая высокочастотного пучка высокочастотных волн. Ну, и главное, что? В передаче одного инкульса участвует огромное число либо электронам, ближущихся к частиц элементарных, либо волн, либо фотоном, если это свет. И, соответственно, шумы какие-то и затухания, ну, не особенно сильно потерялось, половина электронных, ну, или половина таких сил зашумленного. Все равно отличить ноль от единицы довольно пороско, когда-то при высоком зашумлении. Вот. Ну, а что касается, скажем, передачи по оптоволоконным линиям, то они, соответственно, эти волосинки, которые обладают суперпрозрачностью, но, несмотря на свою суперпрозрачность, они все-таки неоднородности имеют, воплощение потоном на стенках, на неоднородностях среды, и где-то от 20 до 120 километров на этих линиях ставится усилие. Либо чисто оптические преобразователи, либо переход в электронный, сигнал в электронную форму, усиление, и затем дальше передача. То есть это тоже, получается, не проблема с такими усилителями. Теперь давайте посмотрим на варку и в пиктокарте. Ну, опять же, повторяйте, там один символ, для передачи одного символа используется огромное число, там, демократных каких-то частиц, волос, потон и так далее. То в вантовой криптографии для кодирования одного символа используется одна, или характеристика одной, или там пару специально связанных частиц. Вот первый протокол, который был предлогом, использовал как раз для передачи поток. Для передачи поток. Использовалась именно характеристика потона определенная. Вот давайте сейчас посмотрим, какие же характеристики у потона, которые тут использовались. Потон, это элементарная частица света, но в то же время это электромонитная волна. Вот пусть эта электромонитная волна, вот мы связываем с декартовой системой, как и нас, допустим, из X, Y, Z. И пусть эта электромонитная волна распространяется по направлению оси Z. Распространяется. Соответственно, электромонитная волна то есть единственная электромонитная волна, которая является потоком, это колебания электрического и магнитного поля. Причем электрическое и магнитное поле колеблются в направлениях перпендикулярных, друг к другу, и перпендикулярных направлений распространения волны. То есть пусть это nostra.'' поле колеблется в плоскости IOZ, а магнитное составляющие в плоскости XOZ. Ну и примерно можно так нарисовать электрическую составляющую колеблется в космосоиде и так далее. Ну а магнитное в противопаде, ну, наверное, вот так. И здесь максимум, и магнитное составляющие достигает минимума. Тогда здесь, соответственно, минимум, то магнитное максимум. Ну, может, тут не совсем понятно, но смысл в том, что есть направление колебания электрического магнитного вода, то есть у потона. Направление колебания электрического поля называется направлением по реализации потона. Вот именно это направление и берется за основу котирования. То есть можно, пропуская потон через, ну, или, как и волнение световую, через так называемые оптически активные ингредиенты, управлять направлением и изменять направление поляризации. Ну и два базиса выбранных. То есть можно, так, прямоугольный базис, в котором считается, что, ну, в принципе, тут можно еще добавить, например, интересная работа оптическо-активного фильтра. Вот, если какой-то, это кристалл обычно, есть ли этот кристалл, есть ли волна падает как маникулярно на его поверхность, а направление поляризации, ну, у него оптическая ось, будем считать, вот, оптически активный кристалл и оптическая ось вот в этом направлении. И тогда, если мы свяжем, опять, декартовую систему координат, волна падает как маникулярно здесь вот, ну, а направление поляризации под некоторым углом к оптической оси. То после выхода из этого кристалла, соответственно, направление поляризации у нас не такое, как было под углом альфа, оно будет либо вертикальным, либо аризонтальным, и никаким промежуточным. Ну, и, соответственно, будет это направление вертикальное с вероятностью косинус квадрата альфа, а ориентальность, реальность, синус квадрата альфа. Такими вероятностью. Ну, и, как вы, знаете, по основному термометрическому точку то косинус квадрата альфа, и синус квадрата альфа. Полняется единицей. То есть волна выйдет либо такой поляризации, либо такой поляризации. И можно мерить с помощью таких кристаллов поляризацию. Ну, правда, это не так просто. То есть, поскольку после попадания на кристалл волна выйдет либо такая, либо такая, и по свойствам вантового кладового свойства можно восстановить ее в первоначальном направлении просто невозможно. И по физическим законам. Да. Ну, главное, что мы можем управлять поляризацией. Ну, и кодирование. Как происходит кодирование земли? Вот, получается, два пальца. Мы можем направить волну, чтобы она была в таком направлении, либо в таком. Либо здесь в таком и таком. Это диагональный пальчик. Ну, и, соответственно, кодирование. Если направление поляризации в газонтанте, то это ноль, шестикальная единица. Ну, и здесь там ноль, и пусть единица. И в результате можно передавать эти направленные потоны и на приемном конце измерять направление. И, в общем, передается информация. Но пока эти протоколы, первый протокол, который был для передачи информации, он передавал именно не осмысленную информацию, а именно ключи, для которых, ну, как мы знаем, ключи, это, в общем, последовательность 0 и 1 обычно, и для которых важно, чтобы они были один и тот же ключ от проекта не получать, но не важно какой. Ну, а смысл этого протокола состоит в том, что вот благодаря вот этой системе квантовой, оптической, если кто-то подсоединился, то это будет, в общем-то, сразу обнаружено. Если вот A передает B случайным последователем из нуля единиц, и выяснилось, что кто-то подключился и подслушал, все подслушалось, все это амулируется. И вот эта новая передача идет. Ну, если обнаружено, что, ну, это там выясняется, точно считается с какой достоверностью, с какой вероятностью, можно определить, что не было подслушивания. Если не было подслушивания, то этот кусочек считается известным как АФ, и из него можно уже выбирать ключи для пользования секретных систем. Да? Нам Демчинский рассказывал, что можно сделать МИТом, ну, МИТом-атаптом это, то есть посередине тот, кто прослушал, то он как бы является получателем, и отновременно отправит себе конечную точку. И тогда это нельзя отнаружить. Это, нет, это, ну, тут проблема такая, если передается одиночными потонами, то перехватил посередине, вот, в результате того, что он измерит поляризацию, он не, и в результате того, что исходно передается поляризация двух направлений, в таком и таким, то он сможет правильно определить только в том случае, если направление падения волны совпадает вот с осью или перпенебулярно. Если нет, то после этого, после измерения, он найдет не правильную волну, а случайную волну с другим направлением, ну, случайную поляризацию с другим направлением. То есть он не сможет отправить тот же самый волну, а он сможет отправить фотон в флот генерирую, но со случайной поляризацией. Именно на этом строится то, что можно обнаружить прослушивание. Ну, техническая проблема тут такая, что если все-таки, ну, фотоны генерируются, ладно, они, в принципе, процессом полосходно идут, и возможно, что сразу будет два фотона. Вот когда это возможно? Один фотон, злоумышленник послушающий, забирает себе, второй, значит, отправляет без изменений получатель, а этот первый. Тогда возможно такое прослушивание. Ну, и поэтому техническая проблема возникает, что были только по одному фотону, не пары, не три, чтобы нельзя было разделить. Ну, ряд еще, там, много других технических проблем. Ну, в частности, то, что, вот я говорил, что ставятся усилители, на оптоволоконных линиях, ну, на расстоянии, там, до 120 км. И, следовательно, на большее расстояние передать нельзя, поскольку усилители всю структуру поляризации уничтожают. и померить ее и отправить дальше такую же, просто невозможно, всю, по крайней мере. Ну, тем не менее, это используется для передачи фоктоволоконной линии, и, соответственно, можно считать, что это тоже метод защиты. Входит в общую структуру средств, методов защиты информации. Ну, и, действительно, есть аппаратура, которая действующая. Ну, вот только на расстоянии, там, до 120 км. Ну, недавно было объявление 250 км. Потому что на оптоволоконной линии в данном случае нельзя поставить усилители. Здесь информация в одном потоне. И если его неправильно померить, то его нельзя дальше восстановить просто. Ну, может, технически можно проследить, если будет возможность, но это уже, скорее, будет у нас на следующем семестре. Нужно подробно как-то такого рассмотреть. Как это происходит, кто что измеряет, что меряет подслушивающий, как это влияет на эти фоконы, и, соответственно, как потом правители-получатели выясняют, обмениваясь по открытому каналу, было прослушивание или не было прослушивание. И определяется даже с какой вероятностью прослушивание. Это уже они по открытому каналу. То есть это еще один метод. Ну и нельзя тут не добавить метод, который обязательно, по крайней мере, в западной литературе указывается. А именно морально-психологическое. Морально-психологическое. То есть, что это означает? Ну, несмотря на всю общую структуру защиты информации, включая там методографические, которые нельзя взломать. Ну, оказывается, что можно ничего это не плановое, а, скажем, просто какими-то оперативными средствами, или потери, или умышлением, или продажей. То есть, практика показывает. Оценки там разные. Халатно там где-то оставить, или потерять. Или даже, может быть, умышленно кому-то отдать. То есть, много вариантов. Ну, самый традиционный приводится уволенный сотрудник. Забирает с собой там кучу информации на дисках. И потом, может, соответственно, этой информацией конфиденциально пользоваться. И явно не целью помочь этой организации, а цель ее скомпрометировать или каким-то другим способом. Ну, то есть, это имеется в виду, что в организациях, структурах, где такие информации, подлежащие защите, имеются, обязательно должны создаваться климат такой морально-психологический, чтобы каждый из сотрудников должен быть заинтересован и в защите информации, должен быть ответственным к этому относиться и, естественно, не допускать умысленной, либо какой-то другой утери информации, подлежащей защите. Ну, это вот такой спектр методов общих. Ну, и, как видите, криптография там занимает, ну, если, конечно, можно еще другие, но из тех девяти направлений только одно. Но, тем не менее, криптография, хотя одно из этих направлений, считается, что она именно позволяет достаточно дешево и очень надежно защитить информацию. То есть, хотя она является частью всего комплекса защиты, но по скриптографии сейчас, как я говорил, ни одна область не обходится и везде присутствуют криптографические методы защиты информации. Так, давайте мы теперь уже пойдем ближе к криптографии. Посмотрим, что же... Посмотрим, что же у нас... Какие же основные понятия скриптографии? Основные понятия... 됩но-чório-аля Horacio Кали analyze 368. ...криптографии, так, поэтому и так далее. Ну, цели криптографической защиты информации такие же, как и вообще общие способы защиты. То есть конфиденциальность, целостность, автоматичность, опять же, доступность, наблюдаемость, юридическая значимость, ну и ряд других целей. Ну и что ж такое криптография в целом, если посмотреть? По современной классификации, которая была предложена еще в начале XIX века известным криптологом Фридманом, структура вот этой области можно представить следующим видом. То есть это самая общая. Название – это криптология. Криптология. То есть криптотальна – глобус наука. Наука так. Так. Ну и, соответственно, две части. Разбиваются мы две части. Криптография. 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 Ну, пока мы скажем это просто общими словами. Что это за части криптографии? Ну, криптография. Если в целом смотреть, а не только на математическую и теоретическую часть криптологии, то эти две части – это будут научно-так называемые технические дисциплины. Которые включают в себя, конечно, алгоритмы математические, средства генерации ключей, программы, технические средства обработки информации, инструкции, способы уничтожения отработавших ключей и так далее. И, конечно, здесь разрабатываются алгоритмы криптографической защиты, правила проектируются, строятся, правила работы с ними, отслеживаются, функционировались, работают. Это криптография. Ну, криптоанализ – противорожная дисциплина. Она занимается, соответственно, атакой. Организацией атакой криптографические средства защиты вообще на криптографические системы с целью взлома, полного, частичного взлома и нарушения работы и систем криптографической защиты в целом того пунктекса, что защищает криптографию. То есть это тоже. Тут есть и набор математических методов, и средств для снятия информации, чтобы получить дополнительную информацию относительно работы криптографической аппаратуры. То есть одна сторона криптоанализа – это организация атак, способ криптоанализа с целью взлома существующей криптографической аппаратуры, существующих криптографических средств и методов защиты. Вторая сторона – это сторона, как бы обращенная к предполагаемому противнику, у которого перехватываются эти сообщения, допустим, или который защищает интересующие, так сказать, аналитика, ресурсы. Ну, а вторая сторона связана с оценкой собственных средств криптографической защиты. То есть это построение, опять же, способов количественной или какой-то другой оценки сложностей взлома. Ну, прежде всего, конечно, своих средств. Ну, понятно, что оценить стойкость и сложность взлома средств защиты невозможность и не опробовать все известные атаки. То есть они, естественно, эти два направления полностью связаны. Ну, что касается связи между этими направлениями, то исторически были по-разному высказывания. Иногда считалось, что можно создать шифр, который никогда не вплавает в другой цели, в какой-то другой человек. И действительно создавали шифры, которые долгие годы не вплавляли. Например, шифр инженера, предложенный в 16 веке, метод его вновлен предложили только в 19 веке, через 300 лет. Считался он 300 лет не вплавным. Ну, а теперь у вас будет лабораторка, и вы будете взламывать этот шифр за секунду, после того, как вы пишете программу. Ну, были другие высказывания, что если они думают что-то, какую-то защиту или средство защиты притонуть, то обязательно найдется другому, который это все догадается, как ее вскрыть эту защиту. Ну, и действительно, они развивались, как скажем, стимулировали друг друга. Ну, и если говорить исторически, то сначала развитие этих двух областей, шло не специалистами, а как бы относительно современного уровня, если смотреть на криптографию, это как бы даже случайными людьми криптографии. То есть, на уровне головоломок, кто-то предлагал какой-то шифр закрытия, другие, это разгады. Ну, а вот дальше уже подсоединились, это где-то в средние века, в эпоху возрастения, подсоединились уже математики к созданию шифров и к их злогам. Конечно, криптография тогда обрела совсем другую форму, другую стоимость. Но все-таки тогда и создание качественной, и их криптоанализ, тоже эффективный, зависели от, в общем-то, искусства человека, специалиста, который этим занимался. То есть, это нельзя было сказать, что это какая-то наука, о которой можно какие-то утверждения делать, их доказывать, и все с этим согласятся. То есть, теоретически, криптография и криптоанализ развивались очень неравномерно. И только уже, когда были созданы специальные спутки, так называемые черные кабинеты, кровные банки, решерие во Франции, который, кроме того, что грядил очень успятером, божествен, другие, в том числе крупным специалистам и криптографии, кроме того, что великим государственным деятелем криптографии, известны шифры решерия. И тоже был создан черный кабинет, в котором специалисты профессионально занимались созданием шифров и скрытиями. В России это было еще в 16 веке, но основательно уже прибиты первым. Ну а криптография уже стала, скажем, на научном почву только уже в середине 19 века. А именно связи с работой Шинона «Теория связи в секретных системах», которая положила начало криптографии как науки. И тогда можно было уже точно формулировать, можно ли создать стойкие шифры, что для этого надо, и насколько они будут стойкие. И в частности был ответ, Шинон ответил на вопрос, а существуют ли системы криптографические, которые нельзя взломать. Как я сказал, на этот вопрос исторически были совершенно разные ответы. То есть кто говорил «можно», кто «нельзя», ну причем не просто там любители, ну вернее, ну не криптографы. Скажем, известно, что великий математик Хаус считал, что он изобрел не в главном шифра. Ну, как оказалось, что это был только путь его чуть усиления. А, в общем-то, этот шифр взламывался частотным анализом, но не бук, а уже там биграмм и так далее. Ну, а с теорией Шинонова мы с вами познакомимся. Это будет как раз начало математического подхода к криптографии, к криптоанализму. Да, ну, наверное, остальную часть мы все-таки начнем в следующий раз. Давайте тогда мы закончим. У вас вопросы есть? Спасибо.